Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сейчас свяжем мелкого бокоплава, насколько, допустим, будет возможно, с проработкой детализации. Я взял крючок Grab Shrimp, 18 номер. Огрузил его немножечко свинцом. Если у вас такого свинца нет, можно использовать проволоку медную. Промажем немножечко, клеем наш свинец, чтобы прихватился. И начинаем крепить материалы. В процессе изготовления я вам буду показывать, какие материалы я буду использовать. Нить я возьму пока среднюю, потому что она у нас будет сейчас выполнять вспомогательную функцию. Потом перейдем на нить, которая у нас будет основной. Будем работать. Где-то порядка 4.0. Подхватим перед свинцом, подровняем переход. И слегка сильно мы пока не усердствуем. Прихватим наш свинец за креплением. Подходим ближе уже к нашему загибу. В процессе изготовления я буду поворачивать крючок. Об этом, конечно, мы не будем 10 раз говорить. Для изготовления бокоплава нам с вами понадобится пленка полиэтиленовая. Вот я отрезал вот такой кусочек, подобрал по своему крючку. Отходы пера, с которого мы будем изготавливать задние и передние усики. И понадобится нам с вами вот такое перо, которое практически в любом скальпе бывает. Курином, петушином, где имеются вот такие придаточные, детородные еще перья. Которые вот бывают практически на каждом перье. Давайте приступим. Вначале мы должны закрепить с вами задние усики, которые у нашего бокоплава. Возьмем небольшое количество из остатков нашего пера, которые я вам показывал. Я отрезаю для того, чтобы меньше было пуховых перышек. И посмотрим по густоте, сколько нам, допустим, необходимо. Ну, приблизительно сразу удаляем лишнее. Так как тело нам не нужно, чтобы было сильно неоднородное. Подхватили. И теперь аккуратненько этой же нитью проматываем практически аж до середины загиба. Вот столько нам будет достаточно. Оставляем, поворачиваем крючок, оставляем в этом положении. Для дальнейшего изготовления мы крепим теперь пленочку. Заранее ее подготовили. Вырезом подхватываем ее. Аккуратно, чтобы она у нас вот так ровно ложилась по всей плоскости на спине. И проматываем теперь хорошо. Чуть дальше проверили. Будет, да, вполне достаточно. В качестве сегментации я буду использовать достаточно тоненькую, вот насколько это заметно, леску. Не могу сказать, друзья, какая ее толщина, но достаточно тонкая. Подхватываем ее здесь. Пока ничего не проматываем. Но так, чтобы она у нас была практически по всей длине нашего цевья. И берем наше перышко, которым мы будем изготавливать основные членики, которые есть у нашего бокоплава. Выберите себе сами, допустим, какой стороной вы будете закреплять. Я обычно всегда убираю ту часть, которая у стержня, у комля. И оставляю вот здесь, в нашем положении. И теперь аккуратно я формирую наше тело, подхватывая все элементы. Теперь мы можем вспомогательной нитью подровнять наше тело и придать ему форму. Почему нужна нам белая нить? Потому что при намотке следующего даббинга у нас будет проявляться наше тело. Поэтому подготавливаем белой нашей нитью. Если у вас имеется зеленая или шартрес, можно тоже использовать. И теперь доводим нашу вспомогательную нить, которую мы обматывали тело, до крепления всех наших элементов. И поворачиваем крючок в удобное для нас положение. Теперь мы берем наш клей и изготовим даббинговую нить. В качестве даббинга я буду использовать уже готовый покупной материал, который изготавливает фирма Хэнс. Он слегка оливкового цвета подходит под цвет моего бокоплава. Совсем немножечко, для того, чтобы мы могли придать оттенок нашему телу, добавляем даббинга. Совсем немножечко, еле-еле касаясь нашей нити. Нанесли определенное количество даббинга. Вот как у меня. Совсем-совсем немножечко. И изготовим даббинговую нить. И аккуратненько теперь, начиная от загиба, проходим нашим, нашей даббинговой нитью по всему телу. Не доходим практически буквально пару миллиметров до нашего колечка. Вот так. Здесь теперь делаем завершающий узел. И нашу нить мы удаляем. Будем работать с другой нитью. Теперь я беру достаточно тонкую, но очень крепкую нить. Где-то 0,25, может быть. Чуть меньше. Это из той партии, которую я изготавливаю сам. Под свою работу. Теперь нам необходимо с вами взять наше пирог, которое мы закрепили сверху. И аккуратно, аккуратно подхватить у колечка. Следим за тем, чтобы на колечко мы не наезжали. И в то же время наша перышко аккуратно находилась сверху на цевье. Проматываем теперь у колечка. Остатки пера удаляем. И теперь мы слегка выполним вот такое движение. Берем теперь нашу пленочку. Но учитывая то, что у бокоплава должна быть слегка коричневая или же зеленая спинка, я возьму вот такой перманентный наш фломастер и подкрасим нашу пленочку. Она придаст оливковый оттенок. И так как мы уже больше к нашему перышку не будем касаться и достать мы его не сможем, я слегка подкрашиваю сверху наше перо. Годится. Теперь берем нашу пленку и крепим сверху. Следим за тем, чтобы у нас аккуратно красиво лежала наше перо сверху. Переправим, если необходимо, сколько раз. И у нас должна с вами выйти вот такая симпатичная спинка. Теперь, друзья мои, как я обычно рассказывал, мы берем с вами первый виток, только лишь подхватываем наш полиэтилен, а вторым начинаем уже продавливать. Продавили. Пока ничего не отрезаем, сделаем здесь завершающий узел и берем теперь нашу леску. Следим за тем, чтобы наша пленочка никуда не уходила. и начинаем ею продавливать хорошо наше тело. От этого, чем более аккуратнее вы это выполните, тем более симпатичнее будет смотреться наш с вами бокоплав. Если попадают перышки, не ленимся, берем наш любимый инструмент, и поправляем. витоку и по прожаре и наше витоку и витоку. дошли до места крепления пленки и нашей головки которая будет здесь окончательно теперь перехватываем и закрепим нашу леску следим за тем чтобы леска была закреплена достаточно хорошо остаточки отрежем и теперь мы немножечко совсем нанесем клей чтобы дополнительно закрепить наши элементы совсем немножко капельку и как обычно у бока плава спереди существуют тоже усики также берем то наше перышко с которого мы изготавливали с вами хвостовые придатки подготавливаем его вымеряем необходимую нам длину переламываем нашу пленку подхватим совсем немножко можно даже ее и удалить как всегда не за один прием и вымеряем теперь окончательно подготовим место уголовки и вымеряем окончательно величину наших усиков вот где-то так нам будет достаточно притяжной петлей у колечка подхватили пару раз и посмотрели насколько они у нас аккуратненько лежат поставим крючок в удобное для нас положение еще раз проверили если мало подтянули если много убрали подхватили хорошо остатки удалили промотаем буквально совсем немножечко перед нашими усами чтобы их приподнять вверх и теперь изготовим головку я нанес капельку лака на головку и наш вот такой симпатичный бокоплав из подручных материалов готов к работе как всегда замечу довольно таки уловистая приманка если у вас будут какие-то вопросы пожалуйста задавайте спасибо что вы их задаете благодарю вас за то что смотрите до до свидания до скорых встреч